здрасте всем друзья привет уленький продолжаем играть от родную долину 19 ферма продолжаем идти к строительству мостов поэтому давайте в общем то смотреть что у нас везде происходит и начинать какую-то работенку и начнем друзья как обычно с полей наше длинное поле тут у нас растет кукуруза кукуруза пока что не созрела и это и даже не последняя стадия созревания хотя странно это поле я засеял самым первым но да ладно на большом поле у нас тоже растет кукуруза и как видите здесь тоже в центре поля не самая последняя стадия созревания вот вокруг уже типа последний почему вот это созрело раньше чем центр поля соседнего которая засеялась раньше я не понимаю но ладно тоже еще в общем то не созрела на соседнем поле на маленьком у нас друзья растет сахарный тростник я в общем то уже пожалел о том что я его сюда засеял для этого пришлось взять специальную во-первых сеялку в аренду а вот такую вот я брал два метра всего за четыре часа но тут все засеялось опаньки вот и новая стадия роста четыре часа и в общем то все прекрасно единственный косяк конечно это то что тростник лучше всего сажать с помощью не семян тростника уже готового можно загружать в сеялку и семена но расход у них будет такой же как у тростника и в общем то на посев вот этого всего поля у меня ушло 94 мать его куба семян если я их покупал я бы разорился благо у нас они есть произведенные тростник зреет тоже вроде как несколько дней но потом его можно будет после уборки не надо здесь ничего сажать заново он вырастет еще раз поэтому в общем то пару раз его соберем и друзья кукуруза и тростник нам нужны для нашего топливного завода потому что топливо у нас вот этими двумя линиями производится примерно с такой же скоростью сколько потребляется на камни дробилки надо запускать вот эти вот две линии оставшиеся на тростнике и на кукурузе поэтому я в общем то сделал урожай вот таких вот культуру тут уже есть 33 куба в общем то мы знаем куда это все поедет потом и да друзья есть еще одно поле у нас это друзья поле с маком вот только-только урожай созрела я в общем то включил запись получается мак у нас тоже несколько дней как кофе растет может быть будет до хрена урожая посмотрим ну и погнали тогда смотреть что у нас по производством первое силосная башня потихоньку работает в принципе можно сюда добавить еще травы сечки чем быть такого можно отсюда силос увести но силос отсюда увозить уже вот сюда вот складывать в наш элеватор потому что производство топлива забито полностью что у нас по урожаю канолы мы собрали в прошлый раз 608 кубов если нужно было деньги можно смело ее продавать семян осталось 290 кубов всего не так уж и много но опять таки 94 куба ушло на гребаный тростник а если бы я большое поле задумал посеять я бы реально разорился также по заводику который у нас делает удобрение 125 кубов ила еще осталось но может быть уже и пора нам покупать это озеро и опять делать запасы ила не знаю топливный завод мы друзья посмотрели погнали на лесопилку что у нас на лесопилке вообще на этой территории значится камни дробилка опять нам наделала камни хотя я тоже подкидывал периодически есть 270 кубов извести я около 100 кубов перевез на базу тогда маленьким трактором но подумал что это полное извращение маленьким трактором это все дело возить поэтому сейчас возьмем что-нибудь побольше есть у нас также карбонат кальций известняк уже по 260 почти кубов и есть 110 кубов гипса но потихоньку в общем-то камни дробятся еще 310 кубов камней у нас есть на самом предприятии внутри которые ожидают переработки в принципе есть генерированных 500 кубов так что можно будет их закинуть далее друзья производство поддонов поддоны забились 20 кубов у нас здесь вместимость небольшая не забились еще 20 кубов досок тут лежит в принципе досок можно еще закинуть будет если они будут лишние есть куда течь чтоб не пропадали производство планок 33 куба планок есть 10 кубов еще бревен лежит тоже все хорошо если что можно будет закинуть на планке производится медленно ну и друзья сама лесопилка а тут выгружены поддоны с досками потому что в общем то уже начинается забиваться это все дело потиху также есть 83 куба смолы уже и 72 куба щипы и доски на всех трех линиях тоже почти забиты тут все хорошо бревна заканчиваются смолы друзья я еще один поддон от 25 кубов точнее не поддона контейнер я вот выгрузил но еще и тут обратил внимание во первых есть триггер со смолой во вторых насколько я понимаю вот эта вот штука возит смолу и возможно она будет даже загружаться там если это так то это будет прекрасно потому что смола нам понадобится друзья для производства клея в первую очередь и это предприятие мы будем сегодня строить и в идеале было бы конечно поставить его куда-то вот сюда но я уже примерился места здесь нету придется покупать территорию также у нас заканчиваются бревна и как я уже говорил я не сильно горю желанием пилить лес поэтому добрые люди посуетили нам вот такой вот прицеп бревен здесь примерно наверное 140 кубов лежит поехали его выгрузим сейчас посмотрим что к чему в общем то вот таким вот способом мы и будем пополнять нашу лесопилку потому что честно сказать вот напилился я уже а здесь придется это делать относительно часто поэтому не хочется выгружаем бревна почему показывало что 34 бревна я не понимаю там их было 36 это я прям точно знаю но в общем то они выгружаются и все у нас хорошо последняя улетела 139 974 но я почти был прав нормально на пару дней этого хватит если не хватит в общем-то тут бревен привезут все будет у нас хорошо черно также хорошо почти вот он туда стал и дальше не поехал давай 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 я тебя туда загоню падла не знаю с третьей попытки но загоню да с третьей попытки ладно вот так вот в общем то пойдет пускай стоит отдыхает так что нам надо сделать во первых нам надо вот эту вот штуку отсюда отодвинуть потому что нужно увезти отсюда щипу пускай стоит здесь автодрайву мешать не будет что нам надо привести нам нужно привести сюда прицеп дизеля нам нужно увезти Отсюда известь Остальное пускай лежит, как бы пока что Будет время, увезем Нам нужно увезти отсюда щепу Хотя бы сколько-то И в общем-то, как бы и все пока Поэтому погнали на нашу базу Заправлять транспорт в работу А, друзья, а самым главным же не сказал Уголь, уголь у нас продается Это не самое главное, согласен Так вот, уголь у нас потихоньку продается На балансе у нас есть 1 243 000 Если посмотреть вчерашние доходы От продажи урожая То 620 000 Это чисто на угле По 125 000 примерно мы с прицепа получали Плюс-минус В общем-то, где-то 4-5 прицепов было продано 5, 5 прицепов было продано А он сейчас тоже грузится Еще не скоро он загрузится Грузится долго Это вот пока посев шел Я в этом, в общем-то, и развлекался Вот, ладно, погнали загружать технику в работу Кто у нас поедет работать? У нас поедет работать, во-первых, комбайн Само собой Маг у нас уже созрел, так что можешь ехать его убирать На поле 38-39 Давай, друг, погнал Далее Вот этот вот ман желтенький Один прицеп дизеля Все у нас как обычно Погнал Правда, он не загружается Но загрузим сами Далее Джси Бишка Ты у нас тоже пойдешь работать Ты у нас поедешь Один прицеп щипы Заберешь с лесопилки Щипа уголь Выгрузка у тебя будет на базу На мой элеватор И повезешь ты щипу Один раз Давай, погнал Это, в общем-то, есть Отправили Далее Надо было еще извести забрать И, в общем-то, там почти вот на этот кузов Насобиралось Да, он у нас работает на полях Но прежде чем комбайн там забьется Мы можем себе позволить забрать оттуда извести Поэтому ты, друг, едешь на лесопилку Ко мне загрузка Выгружаться ты будешь на элеватор Карьер-выгрузка И забираешь ты оттуда извести И съездить тебе нужно тоже один раз Погнал С этими, в общем-то, все решили Также, друзья, да Надо покосить лужайку Так что вот этого товарища Мы тоже отправляем на работу Возможно, сегодня соберем траву Там, я не знаю, второй или третий покос у нас будет Один раз там уже покошено Поле лужайка И курсплей тоже начинает там работать Так, отставить Что-то тут у меня навертелось Все, есть работы И у тебя вроде как тоже все хорошо Лексион прибыл на поле Погнали поставим его в работу Нам еще для кукурузы надо жатку купить Но сделаем это чуть попозже Отцепляем жатку Разворачиваем комбайн Подцепляем жатку на другое место Я все никак не привыкну к херовым тормозам этого комбайна Благо мне не часто приходится на нем ездить Так, как мы поедем работать? Мы, наверное, поедем по прямой из углов Вокруг поля смысла особо ездить нету Да, точка, конечно, поле неудобное для того, чтобы начинать работу с угла Но что поделать Запускаем его работать Бздынь, погнал И не сказал бы я, что прям до хрена мака собирается Он так долго зрел И что-то его прям здесь совсем мало Непорядок Может он хотя бы до хрена стоит? Ну, тысячу хотя бы стоит Ладно Но урожайность у него не то, чтобы прям большая И зреет он долго То есть мы его сеяли перед прошлой серией Но быстрее, чем кофе, конечно Но все равно Ладно Пускай собирают Так, у нас же не работает здесь загрузка сама Поэтому надо его вручную заправить Давай, друг, заполняйся Ну и после этого он поедет, там все привезет У него все получится, я точно знаю Кстати, маном я опять накосячил Не тот режим работы поставил Поэтому он только выехал Ну и в общем-то, друзья Так как у всех у нас все хорошо Вся техника работает Все при делах Погнали покупать новую технику Во-первых, как я уже говорил Нам нужна жадка для кукуруз Поэтому давайте ее сразу купим Я вот не знаю Есть 12-метровая Как бы она, конечно, предпочтительнее Да, давайте 12-метровую Красим ее в стандартный классовский цвет Потому что у нас классовский комбайн И покупаем 91 тысяча Она сейчас в магазине Пускай здесь лежит Также, друзья Так как у нас уже начинаются стройки Потихонечку разные И надо уже перевозить поддоны На более длинное расстояние Чем можно их просто отнести Нам надо купить Вот такую вот погрузочную платформу Можно, конечно же, поставить Еще одно крепление И подцепить подкатную тележку И еще один такой прицеп Если вдруг что Мы крепление поставим Но пока что обойдемся одной платформой Такой Ее, в общем-то, тоже покупаем И к ней, разумеется, нужен грузовик Очередной ман, друзья Тут как бы Вариантов немного Цвет обода Метал И этот такой метал Слушайте, а нормально Мне нравится Пойдет Или сильвер поставить Пускай будет сильвер светлый Пойдет Обтекатель, наверное, нафиг Не нужен здесь Пойдет и так Мне нравится Ну и поехали, в общем-то На этой штуке Немножко покатаемся Есть у нас, в общем-то Небольшая работенка Друзья, я просто лошара Я же специально Вот сюда собирался Отправлять маленького трактора Который подъедет Потому что Джесси Бишка здесь не заедет Я есть я Специально один маршрут На уголе щепу делал Теперь еще хороший вопрос Сможет ли Джесси Бишка Отсюда Ладно, хотя бы Сам трактор Под этим конвейером Проезжает Уже хорошо Ей тогда домой, друг Чуть Тебе работы Тогда нету Надо, друзья, наверное Другой какой-то прицеп Искать Потому что Он приехал еще и ман Потому что Какой-то он, знаете ли Немножко бесполезный Становится Щепу он отсюда Забрать не может Отсюда он, в принципе Забрать все может Но не может Развернуться здесь нормально Поэтому приходится Другой нечь гонять Как-то Так себе, да? Ладно Друзья, погнали Начинать этот самый Клеевой завод Строить Значит, вот такая Вот есть площадка здесь Я Раньше в своих прохождениях Именно здесь ставил Этот завод Да и судя по точкам Вот этим автодрайва Не один ядок Хотя здесь вот Компост Загрузка дизель Вода для бумаги Не, все-таки Камни дробилка Дизель Ага, здесь камни дробилка Была Ну ладно А у меня здесь будет Завод клея Ну тут какая-то горочка Есть, надо подровнять Во-первых, друзья Да, покупаем эту территорию Она, благо, недорогая 213 тысяч всего стоит Это раз И первое, что надо сделать Это снести Весь автодрайв Который здесь есть К хренам Потому что Это немножко здесь Не так работает Не для меня Как он вообще здесь Сквозной получается, да Загрузка камни дробилка Вот видите Человек не поленился Сделал задним ходом И все у него работает А я вот там Изворачивался Загрузка дизель Заправка Может и топливный завод Здесь стоял Компоненты дизеля Да Здесь стоял топливный завод Явно Так вот, ладно Что я говорил Надо, друзья Вот это вот Все здесь снести Потому что Мне, увы Это не подходит Так, платформу отсоединяем Она сейчас будет Немножко мешать Для начала Сносим все точки Потом Все линии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну как-то вот так вот получилось Остается здесь одна вот такая вот прямая Чтоб можно было сюда как-то доехать Причем со всех сторон Ну и, друзья Лезем сюда В магазин И ставим Клеевой завод По два места Он, конечно, занимает немало А на эту территорию Влезет целых два предприятия Сейчас автодрайв будем переделывать, кстати Так вот Влезет сюда два предприятия Это Клеевой завод И завод гипсокартона Так, давайте примерим Чтоб они еще могли Вот здесь вот стоять в углу А, значит, примерно вот По эту вот пупуську У нас заканчивается Клеевой завод И остается Завод гипсокартона Слушайте, влезет Если мы там немножко Подровняем ландшафт То все прекрасно влезет Сюда Прекрасно? Значит, клеевой завод Ставим вот сюда Бзды И готово А гипсокартон поставим рядом Отлично же Что у нас там с автодрайвом? Нормально С автодрайвом у нас все Хотя имело бы смысл Его, наверное, пододвинуть Немножко в другую сторону Подальше от завода Чтобы транспорт весь ездил Черт, а он здесь не развернулся Вот же засада Надо и правда Задним ходом прописывать сюда Все маршруты И как его отсюда достать? Разве что руками вот так вот поднимать В общем-то, сгорем пополам Но они уедут отсюда, да? Хорошо Высыпай известь Там мака 30% всего собралась А мы уже тут 2 часа сидим Мака прям мало Известь, в общем-то, мы всю достали Отсюда, что была И, друзья, видимо Да, надо отправлять маленький трактор Просто, чтобы он постоянно здесь катался Ну, значит, отправим Что поделать? Мы, друзья, возвращаемся к нашим баранам Клеевой завод Значит, первое Что он делает? Вот так вот он будет выглядеть Производит клей и эпоксидную смолу И мусор Для производства нужен уголь Смола и карбонат кальция В идеале, друзья, конечно Если будет возможность Если действительно это цистерна Я просто еще не проверял А перевозит смолу То с помощью автодрайва Мы сможем, в общем-то, запускать это все дело Меня это, конечно же, несказанно радует Не надо было сюда самому возить подбоны Но, друзья, предварительно Это все дело надо построить Для производства, опять-таки, нужна смола Планки и доски Теперь самое главное Сколько всего этого надо? Смолы надо 40 кубов Крайне, конечно, неудобная цифра Если честно 40 кубов досок надо И 40 кубов планок Есть у меня подозрение, что у нас нету 40 кубов планок До сих пор Хороший вопрос со смолой, конечно, что делать А знаю я, что делать со смолой Значит, мы сюда везем 2 контейнера по 25 кубов Выгружается 40 Остальные 10 остаются просто в контейнере Мы его отставляем в сторону И когда завод будет работать Мы эти 10 кубов выгрузим туда Логично? Логично Поэтому поехали, в общем-то, за всеми ингредиентами А сейчас придется немножко покататься, да Первые друзья, что повезем Повезем смолу Раз уж так получилось Закидываем один поддон Точнее, один контейнер И, друзья, надо выгрузить еще один Да, почти все забилось Но сейчас мы потихоньку разгрузим Создаем еще один поддон И его, в общем-то, тоже на платформу бздынь И поехали, отвезем это на нашу стройку Ну и разгружаем эти поддончики Контейнеры Один у нас уйдет целиком И моментом он ушел Понятно, исчезают они сразу Выгрузка из контейнера идет моментально А второй контейнер У нас осталось 10 кубов Мы его отставим просто в сторону И в следующий раз, когда мы уже будем запускать завод У нас все равно смола там используется Мы с этого контейнера эти 10 кубов выгрузим Классно же, правда? Нам надо привезти еще планки и доски Поехали за досками Досок, друзья, нам надо 40 кубов Кстати, и планок надо 40 кубов Но есть у меня подозрение, что нет у нас 40 кубов планок 34 куба планок Черт! Немножко не хватает, но ладно Значит, вот такие вот поддончики Они по 2,5 куба Нам надо 40 кубов Соответственно, получаем 16 вот таких поддонов Сколько их вылазит на платформу Я, честно говоря, не знаю Но есть у меня подозрение, что меньше 16 Тем самым будет немножко обидно Бздынь, их 16 как раз штукой вылазит Просто шикарно Значит, собираем 15 мы загрузили из 16 Так, народ, случилось несчастье У меня оборвалась запись, потому что закончилось место на жестком диске Потому что я любитель, знаете ли, не удалить то, что мне не надо В итоге исходники всех первых серий Засрали мне весь жесткий диск Значит, запись у меня оборвалась на том, как я забирал доски Но я даже не помню, куда я их вез Черт, пойдем смотреть, значит Я посмотрел Короче, очень рано запись оборвалась Я тут успел кое-что наделать И на самом деле Откатывать сейф, переделать, перезаписывать Простите меня, пожалуйста, дуру грешную, друзья Но нет у меня никакого желания Поэтому Значит, что у нас происходит Вкратце, по-быстрому, что было Может быть, буду рассказывать то, что вы видели Построили завод Точнее, поставили Завод клея Привезли сюда доски, планки и смолу Планок, друзья, привезли 18 кубов всего Потому что еще не выработалось Только сколько нам надо Они производятся медленно На нашу вот эту платформу влезает 18 поддонов 18 поддонов по кубу мы привезли Сейчас там на заводе около 17, в общем-то, произвелось Будет 18, привезу еще Смолу доски, друзья, привезли полностью В общем-то, строительство пошло Тут периодически вот эти вот стенки появляются Все красивенько Также, друзья, рядом абсолютно мы расположили Завод гипсокартона Тоже здесь его надо будет строить Но пока что ресурсов на это нет Привезли сюда смолу и доски Этого у нас в изобилии Смола доски заполнена на 100% Также надо еще 40 кубов ДСП и 40 кубов планок Понятное дело, планки появятся только после того Как мы запустим вот эту вот стройку И тогда только начнут появляться планки Которые пойдут сюда ДСП, с этим вообще отдельный разговор ДСП, друзья, у нас даже завода еще нет Можно было бы сейчас поставить завод ДСП Но для производства ДСП нужен клей А завод по клею у нас еще не построен Поэтому, в общем-то, вот такая вот история Также выяснилось, в общем-то, опытным путем Что смола может перевозиться не только в контейнерах Но и в нашей вот этой вот бочке Которая возит жидкости, топливо и все остальное Что, в общем-то, приятно Автодрайв, скорее всего, будет у нас Обслуживать этот завод практически С учетом того, что я все вот это вот возил руками Мне переделывать реально впад бы Поэтому, извините, будет вот такая вот информация Кратенько все Черт, и даже же уведомление не пришло о том, что места на диске нет Надо было посмотреть А я вот не посмотрел Ну, сейчас, на ближайшее время, конечно Я тут полтора терабайта освободил По-быстрому Что должно хватить Также, друзья, у нас убираются поля Точнее, одно поле у нас убирается Это у нас мак В общем-то, он убирается Потом уберем кукурузу Тут, на самом деле, очень долгий потом посев будет После уборки Потому что после кукурузы надо будет еще чизелить все Ну, это на работе, в общем-то, у меня Курсплей с Автодрайвем все на пару сделают Сахарный тростник созреет, скорее всего, к следующей серии Так что, как-то вот так Ну, и да, лужайка у нас тоже, кстати Где наша лужайка? Она уже почти докосилась Не знаю, сколько тут Не сильно много тут травы, на самом деле Наверное, смысла ее убирать Нету Уберем в следующий раз Еще раз скосим и уберем Так что, вот такая вот интересная история Друзья, прошу прощения еще раз за то, что оборвалась запись Ну, бывает такое Все мы люди, все мы тупим периодически Я, в общем-то, за кадром Да убираю вот это вот поля Ну, понятно, все вот эти полевые работы Сделаю, если произведутся планки Ну, они произведутся тут часов через 7 Уже нужное количество нам будет готово Подвезу их на стройку Также наше предприятие Слежу за ними потихоньку обслуживаю Где что хватает, где что не хватает Ресурсы подвожу В общем-то, там тоже все нормально И, скорее всего, встретимся, друзья Мы через 2 игровых дня Потому что там как раз закончится Во-первых, стройка завода клеевого Ну и чтобы у нас все поля были созревшие Потому что сейчас тут созревание Минус график сбился Ведь к утру они еще не созревают А кукуруза так даже местами На последнюю стадию роста не вышла Поэтому попытаемся это все дело Немножко уравнять Ну и подождем, пока завод построится На этом у меня все Всем огромнейшее спасибо за просмотр, друзья Если не подписаны на канал, то подписывайтесь Лайкусики, комментарии Тут все как обычно Поставьте лайкусик, пожалуйста Вам же не сложно, а мне приятно будет Ну и на бусте спонсорам Огромнейшее спасибо за поддержку Благодаря вам в первую очередь Конечно, эти видосики-то и выходят Ну а кто хочет посмотреть Вот кому не терпится ждать следующую серию То можете, в общем-то, на бусте глянуть Она там, скорее всего, уже есть В общем-то, друзья, всем спасибо С вами был Никита Дилей Всем пока-ки